итак я приветствую вас сергей да как ваше настроение вы готовы да все отлично и я в каждый день помню ситуация вернее о пословице которые кажется китайцы говорят что кризис это с одной стороны и время возможностей так что у нас сейчас великолепные возможности и лучше чем играть в компьютер бестолку лучше лучшее время зарабатывать деньги потому что когда это все закончится и выйдем на улицу скажем так то надо же будет за что-то покупать а как раз мы за время посиделок дома и накопим деньги в связанные с криптовалютой и там с фондовым рынком так что сейчас великолепно как бы нас еще кто заставил заняться делом они только играть на компьютерные и круто у меня заявлена тема критерии выбора биржи для трейдинга да это скажем так то с чего все начинается но я сказал бы что выбрать биржу это одно дело а вот и заработать деньги это как бы тоже не относительно несложно но это все деньги виртуальные на бумаге а вот самое интересное будет у нас когда в конце как забрать эти деньги как забрать эти деньги круто все друзья тогда мы возвращаемся после тизера 10 секунд и собственно говоря я предоставляю слово сергея заботкина сергей вы в эфире прошу отлично ну значит коллеги кто меня первый раз скажем так видят действительно меня зовут сергей заботкин я торгую с 2017 года крипту криптовалюта именно как трейдер потому что я в первую очередь думаю о инструментах этих как о активе на котором можно зарабатывать и поэтому у меня в первую очередь интересует этот инструмент именно как тот обычным просто инструмент который мне либо даст прибыль ну либо даст определенный убыток потому как я могу так и ошибаться мои обзоры и торговлю со мной в прямом эфире наверняка многие участники данного марафона видят с 2017 года на youtube канале криптокартеля каждый каждую неделю три раза в неделю мы с вами встречаемся и как раз по понедельникам средам я делаю краткие обзоры а по пятницам прямом эфире мы торгуем и кстати вот как евгений говорил про прибыль в 26 к одному это у нас была с вами торговля в прямом эфире и была такая монета банка по латинскими буквами если прочесть название она нам прямо в прямом эфире давала 26 к одному мы зашли в эту сделку помни со стопом обязательно я как трейдер всегда торгую только со стопом и мы вместе с коллегами которые меня смотрели как раз на ней и зарабатывали поэтому я напомню что это все у нас с вами происходило в прямом эфире и обязательно смотрите эти обзоры это все не виртуально в самом начале хотел еще вам скептикам скептикам которые говорят про bitcoin что это виртуальный актив что это все не настоящее с одной стороны да я вас понимаю и самый лучший bitcoin самый лучший реальный актив вот у меня лежит на столе золотой bitcoin вот он золотой bitcoin который вы тоже все можете купить на лучшем скажем так месте покупки криптовалюты на алиэкспресс поставочный контракт доллар 30 вот реальный скажем так биткоин вот но а если от шуток перейти к сути то вам нужно воспринимать данные инструменты всего навсего как обычный просто актив которым вы можете зарабатывать и когда я с коллегами например которые ну или даже с простыми людьми которые смотрят на эти инструменты как что-то виртуально не настоящая как бы эфемерная ну привожу им определенные аргументы я всегда им показываю очень простую закладочку вы наверняка знаете что есть чикагская например биржа где торгуются вполне конкретные инструменты акций фьючерсы на ту же нефть которая не так давно была отрицательна но фьючерс был отрицательной пшеница соя да все что угодно тоже нефть евро доллар то есть фьючерсы конечно там не так давно появился фьючерс на биткоин и крупные инвесторы тоже его торгуют но в то же время скептикам скажем так я показываю вот официальную закладку на этой бирже посмотрите на мой экран внимательно существует фьючерс на погоду фьючерс на погоду биржа семьи со всеми возможными регуляциями все по-настоящему вы можете торговать погоду в американских городах в европе в зависимости от температуры вы будете деньги зарабатывать и если посмотреть на второе закладочки вот описание есть не только фьючерс есть еще и опционы это особенно было интересно и актуально когда я показывал эту историю находясь в гостях в нидерландах и общаясь с местными скажем так вот ну не предпринимателями но в принципе обывателями скажем так и я показывал что ребята вот я делаю домашку отбираю валюты для торговли они были удивлены что существуют фьючерсы на погоду и как вы можете увидеть вот на следующей картинке например вот здесь вот то существует возможность торговать погоду в амстердаме особенно для нидерландов это актуально лондон миниаполис но это уже американские города пошли и можно хеджироваться опционами то есть грубо говоря можно покупать цветы в нидерландах ну как производители и хеджироваться опционом на погоду вот при том со всевозможной регуляцией семи групп то есть это все официально без всякой непонятной ситуации как это есть с биткоином поэтому когда вы думаете что биткоин или любая другая криптовалюта они полностью непонятны или полностью виртуальны то думайте об этом все есть на сайте семи групп трейдинг веза вы можете увидеть что существует даже такой виртуальный актив и интересность заключается в том что кто его торгует вот здесь посмотрите это ритейлеры правительственные фонды пенсионные фонды энергетические компании страховые компании то есть вполне вероятно что у местных скажем так жителей европы вообще пенсия зависит от погоды прямом смысле слова от того как трейдеры которые торгуют деньгами их пенсионного фонда понимают нормально эти фьючерсы и опционы на погоду не евро доллар какой-нибудь и не биткоин а все по-настоящему так что обратите на это внимание когда вы будете убеждать себя или сосед вас будет убеждать что биткоин это полная ерунда которая придумали покажите ему страничку официального сайта где можно торговать фьючерс на погоду и это реальность ну а если мы вернемся к сути скажем так вопроса из чего начинается торговля по криптовалютам как вы знаете наверняка существует огромное количество криптомонет их там больше тысячи если мы откроем страничку coinmarketcap а я напоминаю что данным которые мы видим на coinmarketcap желательно скажем так верить наполовину они были в свое время уличены в неправдоподобности тех данных которые они здесь показывают особенно по объемам и так далее поэтому то что мы здесь видим мы скажем так верим наполовину но лучше скажем чем этот сайт не так много и существует всего поэтому мы будем рассчитывать что они нам тут не сильно врут монет огромное количество как вы видите вот просто так вот если пролистать их тут еще больше чем сто страниц сто по сто огромное количество монет значит самый важный вопрос действительно где это торговать где какую-нибудь монету с огромной капитализацией где ее можно заторговать так как бирж на самом деле ну скажем так вот exchange закладочка exchange тоже порядка 300 и самый самый неправильный наверное способ выбор биржи основываясь ну на каких-нибудь только цифрах или на их названиях или на советах соседа это совершенно неправильный выбор так как я торгую крипто и с 2017 года именно как трейдер я не майнил ну наверно дольше одного дня ничего не майнил в плане того что мне было интересно как это все работает вот и в основном занимался только трейдингом вот три года уже больше трех лет как я трейдю скажем так то самый важный момент был на какой бирже торговать я выбрал для себя порядка десяти бирж и простым незамысловатым способом их проверял а именно я брал заводил туда денежку порядка там например 100 долларов торговал какие-то монеты и пытался потом эту деньгу оттуда забрать то есть чтобы вывести можно было и перевести на другую биржу и я смотрел сколько времени это все занимает с какими проблемами можно столкнуться на одной или другой бирже как и на своих обзорах например говорю что тот же ripple или лайткоин с их помощью хорошо переводить деньги между биржами и именно опытным путем было определено например что с помощью рипла перевод осуществляется за пять минут с помощью лайткоина порядка двадцати минут там биткоин эфир там свои цифры значит проверив таким способом только на себе не просто посоветовать где-нибудь в интернете каких-то гуру трейдинга или гуру криптовалютного мира каких-то вот я все это проверял на себе терял деньги где-то мне деньги не выводить не отдавали была ситуация что вместо например вывода за 20 минут вывод происходил два дня но ошибка моя была в том что я попытался вывести деньги но это в принципе ошибка и проверка заодно было что значит выводил я под католическое рождество то есть в конце декабря и следовательно все наверно работники биржи скажем так ушли праздновать хотя биржа в основном зарегистрированы не в европе это больше вот китае еще куда-нибудь туда где нет регуляции вот то это заняло два дня пока они все пришли в себя скажем так и вручную похоже растолкали все эти ордера и вытолкали мой вывод уже с конкретной бирже в основном все происходит нормально но а что я бы обратил ваше внимание помимо прочих из так с нуля вообще к этой теме заходить конечно важна капитализация то есть на сколько много денег там находится и опять же напоминаю что эти цифры которые мы здесь видим мы этому верим в лучшем случае наполовину потому что мы не знаем насколько это правда насколько правильно этот сайт показывает и насколько правду показывают сами биржи их никто не проверяет поэтому ничто не мешает бирже а бвгд какой-нибудь написать что у него 100 тысяч миллионов денег никто до конца не не делает аудита этого поэтому в первую очередь смотрим на капитализацию потом конечно вот если взять просто по списку какой-нибудь битекс не знаю что это за биржа никогда там не торговал мы на нее зашли на сайт на кон маркет капи здесь да у них там есть какой-то сайт есть комиссии физ чат twitter кстати что касается twitter я очень вам рекомендую тем кто меня смотрит кажется и слушает в записи потом обязательно подключите себе twitter от бирж который вас интересует и в твиттере вот у меня в браузере например подключены это бесплатно это удобно то есть вы можете видеть данные и от хобби например биржу от binance я подключил там разные биржи от кон маркет кап когда что-то где-то появляется что-то где-то происходит они именно в твиттере у себя быстрее оперативнее пишут чем это смотреть на сайте так бывает особенно когда у них что-то ломается и когда биржа уходит на какое-то обслуживание внезапно обязательно посмотрите именно в их твиттере быстрее и вы раньше будете знать что у них там пора либо деньги выводить либо уже поздно эти деньги выводить то есть twitter как говорится must have дальше на чтобы обратил внимание это какие валюты есть на этой бирже какими объемами эти валюты представлены то есть если на какой-нибудь бирже не знаю bitcoin эфир представлены в каких-нибудь там объемах пару десятков тысяч долларов то вы думаете о том что если вы туда зайдете то вы во первых можете не выйти в плане деньги вам не отдадут или у них может не быть необходимого объема для того чтобы удовлетворить ваш ордер если вы как трейдер например то есть если объемы низкие то там не не стоит ничего даже делать вот у нас как например эфир или bitcoin вот они за день за 24 часа 818 миллионов может быть торгуют то есть мы вот об этом смотрим обращаем внимание обязательно на объемы если они маленькие нам это тогда не интересно вот я вернусь на предыдущую страничку еще на одну назад прокручу куда-нибудь вот сюда вниз что-нибудь такое возьмем какое-нибудь ну давайте еще еще подальше каких-нибудь 200 300 биржа возьмем что-нибудь тут как будто бы миллионы вот 200 еще ниже возьмем то есть чем меньше объемы тем хуже это будет вам но при условии того что это вообще настоящие объемы напоминаю постоянно у себя в голове крутите что это все может быть и неправда какая-то биржа ультра здесь что-то такое нет это не биржа это монета я вот не туда посмотрел секундочку вот exchange прошу прощения сложно говорить и думать одновременно сейчас а то смотрю что-то как-то все печально сейчас сейчас так вот прокручиваем куда-нибудь вниз 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 о двухсотая ну давайте вот какая-нибудь красивая вот с трейдингом связано trade что-то вот такое непонятно первый раз слышу у нее объем 161 тысяча долларов всего лишь 20 биткоинов следовательно если вы будете стараться за трейдинг здесь например больше чем 20 биткоинов у вас ничего не получится хотя бы просто потому что вам не удовлетворят вашу заявку и максимальные объемы у них здесь по монетам которые совсем не на слуху в лучшем случае фирт биткоина и так далее то есть объемы крайне малы поэтому зацикливаем свою мысль обязательно смотрим на объемы по бирже первый шаг посмотрели объемы если вам бирже с этими цифрами внушает определенное доверие ну какая-нибудь вот бинанс например да все знают бинанс биржу я на ней торгую торгую и вот на других я тоже вам их сейчас назову это не секретно например вы решили что вам бинанс подходит по определенным критериям 4 9 миллиарда объемы понятное дело перешли на их сайт посмотрели почитали отзывы в интернете но тоже с отзывами вы понимаете что отзывы скажем так могут быть не настоящий поэтому ничего лучше чем взять например 100 долларов или хотя бы там один эфир возьмите туда заведите на эту биржу попробуйте хотя бы просто насколько удобно удобно ли вам с кредитной или дебетной карточки сейчас на бинанс и на многих уже это возможно купить какую-то крипту попробуйте совершать какие-то сделки там хоть по рынку хоть отложенными ордерами то есть насколько удобно интерфейс на многих биржах он скажем так неудобен и все эти биржи они к сожалению не могут до сих пор показывать не одновременно не цену покупки и продажи только одну из этих цен это очень неудобно и я поэтому пользуюсь своих обзорах и при делании скажем так домашней работы отдельным сервисом которая позволяет это мне все видеть более удобном ключе то есть когда вы берете выбирайте себе биржу вы заводите туда денежку и пробуете вы должны понимать что цель вашего как бы ввода денег не заработать миллиона проверить то есть если вы хотите торговать на реальных суммах потратьте 100 долларов чтобы проверить биржу если вы можете нормально там торговать завести главное вывести деньги а как и куда выводить я тоже вам сегодня расскажу тогда скажем так поставьте эту биржу себе на карандаш запишите что например на бинансе у меня получилось беру следующую биржу которая мне понравилась где курс например лучше то есть где например срабатывают стопы то есть вот мне лично для для торговли очень важно это принципиально важно как срабатывать стопы если я не могу одновременно поставить стоп лосс и тейк профит это очень неудобно или например на бирже окекс известно о крупной бирже давайте мы здесь найдем где-то она здесь была вот она окекс полтора миллиарда у него торгуется объем биржа хороша монет много но опять же проверив по на себе оказалось что через четыре дня они отменяют так называемые триггерные ордера то есть это ордера которые которые вам срабатывает по стопу то есть если стоп лосс вы ставите то они потом отменятся через четыре дня и следовательно вы останетесь без этой позиции то есть по интерфейсу но тут все красивенько в темных тонах она бывает там и так далее купить продайте у них тут есть и графики как бы неплохие и все это но если вы трейдер вот например spot trading сейчас откроем то для вас будет принципиально важно не просто давайте я сейчас сделаю темную тему чтобы мы не ослепли все от белых тонов вот то есть вот оно все хорошо монеток много вот здесь где у вас 5x имеется ввиду что вы с плечом можете торговать то есть заимствовать деньги от биржи но самое важное находится в нюансах а нюансы это скажем ну чаще всего продать продать и ордера то есть вот эти вот стоп лимит ордера расширенные так далее вот эти вот все вещи они важны и нужно читать подробности на русском или английском языке но лучше на английском потому что биржи все китайские в основном и подробности чаще всего на китайском пишут поэтому вот эти вот все вещи важны и вы именно здесь прочтете а если не прочтете то на себе проверить и что они могут отменять ордера ваши отложенные следовательно если вы какую-нибудь монету ну так вот ripple предположим либо как трейдер либо как майнер вы там хотели ее продать предположим не дешевле 20 центов и поставили отложенный ордер чтобы там выйти и этот отложенный ордер вас должен сработать ну цена опустилась сюда например через пять дней но по правилам этой конкретной крутой вроде бы как бирже они отменят через четыре дня по итогу вашего отложенного ордера не будет и вся вот эта вот история которую вы здесь видите 2 и 7 миллиарда огромное количество монет это все для меня лично не имеет смысла уже где-то наверное полгода после того как я проверил на себе что как трейдер я не могу здесь скажем так спать спокойно потому как войдя в какую-то сделку меня убыток непрогнозируемый потому как если вы на 100 долларов рискуете это одна история но если вы например берете чужие деньги в управление и например вы захотите там купить продать трипл на несколько сотен биткоинов а ваш стоп отменит биржа потому что у нее такие правила не держать отложенные ордера дольше четырех дней то это будет неприятный сюрприз это значит что биржу как вы вычеркиваем знаете как анекдот злой такой про самолеты ну он такой серии черного юмора значит диспетчер в аэропорту на вышке значит сидит и такой слушается как там самолеты переговариваются и пилот самолета какого-то кричит диспетчер это борт там 123 борт 123 мы падаем помогите это борт 123 диспетчер в микрофон борт 123 я вас слышу поняла вычеркиваю так что вот такой черный юмор про такие биржи то есть после этого я например вот на своих обзорах увидел хорошая биржа например mxc мне кажется она хорошая монет много интерфейс неплохой на обзорах своих когда я показываю мы по пятницам торгуем на моих реальных деньгах и я коллегам кто меня смотрят говорю ребята новая какая-то биржа я не могу вам ее рекомендовать потому что я ее не проверил до конца я сам пробую купить продать на этой бирже монеток много но вот сейчас я вижу что например сейчас откроется что лимитные ордера у них например срабатывают можно войти можно выйти денежку они приняли но самое важное для нас денежку потом забрать потому что то что вы здесь можете себе на трейдить и заработать как будто бы огромные капиталы это все останется цифрами в интернете в браузере только спокойно можно думать о том что вы заработали когда скажем так получили смс под банка что на ваш счет зачислено иначе это все виртуальные активы которые еще более виртуальные чем фьючерсы на погоду только фьючерс на погоду вы на чикагской бирже торгуете а в крипте на какой-нибудь волшебной бирже пока вы деньги не забрали невозможно быть уверенным в том что это ваши деньги что вы это заработали поэтому как я бы относился еще расскажу к критерию выбора биржи первое объемы второе реальная проверка завели денежку небольшую поторговали купили продали посмотрели какие тут ордера срабатывают они или не срабатывать или какие проскальзывания можете выторвать может от вас они захотят все документы подтверждающие и об этом мы тоже поговорим есть бирже которые чуть ли не первый же ордер вам дадут если вы им предоставите там чуть ли не справку с детского сада что вы там учились и не обижали детей по группе поэтому очень много таких нюансов существует но повторю еще раз только через себя вы это проверьте и не через каких-то блогеров которые вам на ю тубе рассказывают ну и тем более ни в коем случае не торгуйте по фантазиям о пересечении всяких там скользящих средних фибоначчи другой мистики не имеющих отношения к реальному рынку кстати поставьте плюсики кто помнит в каком году в каком веке родился фибоначчи в чате на ю тубе поставьте пожалуйста плюсики кто помнит когда родился фибоначчи а я пока перейду к нюансу следующему мне будет интересно знать сколько из людей знают когда родился фибоначчи и скажу по секрету у него фамилия не фибоначчи только никому не говорить но фамилия другая и так то есть мы бирже проверяем вот таким вот способом сейчас если не хочет mxc отпускать нас проверяем их на себе вот стоять темная тема смотрим на капитализацию пробуем торговать если все нормально берем на листик записываем таким вот способом у меня за эти три года 17 кажется ах нет никита 13 век ребята 13 век а сейчас у нас 21 представьте сколько дураков было за 7 за 7 веков никто не догадался что можно было по фибоначчи торговать представляете в начале 20 века торговали по телеграфной ленте получали цифры и не знали да вот если бы они все знали что нужно было фибоначчи применять заработали все деньги мирно слава богу они нам их оставили эти эти всю эту теорию поэтому биржам выбрали посмотрели проверили на листик записали поторговали забрали денежку получилось используем таким способом я на данный момент торгую на каких биржах бинанс конечно bitfinex отличная биржа работают и стопы и тейки все четко хорошо небольшой минус в том что не так много хороших монет и не все хорошие монеты можно зашаркить а для меня как и трейдер это тоже важно потом хобби хорошая биржа ну все они китайские mxc вот я сейчас проверяю okx я из нее скажем так вышел забрал денежку забыл конечно bitfinex где-то здесь она у меня тоже было вот тут на этом сайте мы можем ее найти 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 но ведь вот забавно она в принципе по объемам торгов очень даже хороша и надежно но сайт coinmarketcap который кстати недавно бинанс купила зачем-то вот туда же вот его и нету давайте вот так сделаем сейчас выйдем на нее через через okx тут она сбоку появится то есть биржа хорошая bitrix тоже надежно можно зайти и выйти все как вот какой-нибудь час они дают нам хобби например выглядит вот так то есть главное в этих биржах не только зайти а главное еще и выйти потом иначе это все не имеет смысла никакого и так но я надеюсь вам вы поняли идею в том что только верьте себе только проверяйте на своих деньгах потому что вот эти цифры могут быть не настоящие совсем не сложно создать сайт типа coinmarketcap the best где поставить любые цифры и вас привлечь на какую-нибудь биржу не верьте попробуйте сами только тогда вы поймете эта биржа работает или она не работает я по крайней мере делаю так не верю никому верю только себе и напоминаю лучшее место для покупки крипты aliexpress там продают золотые биткоины поставочный актив значит перейдем к следующему вопросу так время еще меня есть да значит я хочу дальше вот следующую тему скажем так осветить как найти и отобрать инструменты которые могут дать вам заработать ну это наверное очень важный вопрос второй по важности после того как же деньги с биржи забрать на любой бирже криптовалютной огромное число огромное число инструментов которые тут присутствуют он даже например пускай на хуоби мы вот тут видим их тут сотни скажем так сотни этих инструментов даже в экран все не помещаются поэтому как это делается но если вы майнер у вас выбор небольшой вы там на майнили исходя из определенных представлений по доходности по возможностям вашего оборудования это как бы понятно но если вы трейдер то что нужно делать в первую очередь смотрите на объемы монеты при том объем в данном случае имеется ввиду вот эта колоночка вот волюм 24 часа но смотрите эти объемы не на сайте coinmarketcap а на той бирже которую вы отобрали по предыдущему пункту то есть если вы решили что по всем критерием вам например биржа хуоби подходит и вы решили там торговать например bitcoin вот сейчас откроется график хуоби мы не говорим сейчас о точках входа выхода коллеги вам это все хорошо рассказали как предыдущие спикеры я хотел вам показать другое что именно смотрите объемы по монете на сайте самой биржи не на каком-то левом сайте на ю тубе или на в телеграм-каналах где-нибудь вот открыли конкретно сайт биржи и смотрите здесь какие объемы происходят конкретно вот пускай вот за день вот здесь вот вот что здесь вы вроде бы как если вере 28 тысяч 187 биткоинов вот сегодняшний день на хобби может быть кто его знает может это и есть правда то есть перед тем как торговать какую-то монету посмотрите чтобы объем был ее ну желательно не меньше чем два лучше 5 биткоинов в день почему потому что вы можете легко и просто найти какой-нибудь мусор скажем так который там я не знаю вот я щас вниз кручу 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 какой-нибудь мусор я кстати они не имею никакого представления о том чем эти монеты вообще занимаются какие вообще проекты они делают потому как мне но в принципе не важно мне важен график и определенные критерии ну возьмем какой-нибудь не знаю он там лиск кофе у него 13 тысяч долларов объем это говорит о чем о том что если вы захотите зайти скажем так хотя бы на 5 тысяч долларов то скорее всего вы не сможете потом выйти по нормальной цене график будет отвратительный вот например и вы просто будете сидеть и ждать пока вам вашу заявку удовлетворят то есть не сможете не войти не выйти и будете сидеть все вот это время ждать у меня была такая история с монетой life где я ну мы с вами прямом эфире фактически смогли на ней заработать больше чем десять к одному я девяносто процентов из сделки вышел оставил десять процентов и вместе со мной скажем так ушли все покупатели этой монеты и десять процентов мне не от кого было закрыть я целый год находился в этой монете до тех пор пока не появился покупатель кому кому я смог продать эту монету а вывезти ее нельзя было перевести на другую биржу то есть вы в этом плане будьте очень внимательны чтобы не остаться с каким-то мусором на руках одно дело это реальный биткоин за доллар 30 это уже хорошо им хоть стол можно подпереть например чтобы не шатался а если у вас будет какая-то волшебная псевдомонета то нет поэтому обязательно смотрите на объемы где бы это там ни было например как я вот вам показывал на вот здесь вот новых нам этот не нужен сейчас вот это вот нам штука тоже не нужна ну вот например да биткоин лайткоин выбрали посмотрели вот объемы за 24 часа если она там есть об этом можно тогда уже говорить можно думать в лонг шор если вы верите тому что находится вот здесь вот справа типа стакан вот то тоже на это обращайте внимание и зацикливая мысль объемы и спрэды то есть разница между ценой покупки продажи очень часто есть такие монеты которые великолепно выглядят на графике но у них бывают ситуации когда вы можете купить скажем так только внизу а продать только вверху и следовательно получить какую-то прибыль хотя бы три к одному там или десять к одному на этой монете будет практически невозможно потому что может оказаться ситуация когда вы чуть ли не единственный кому вообще-то монета понадобилась или хуже что что не бывает практически на акциях или на форекс и там или на как бы других рынках может все пропасть то есть могут уйти покупатели продавцы или проект развалится если по какой-то причине окажется что какой-нибудь там я не знаю проект ну там просто вот от фонаря как говорится и бить вот если по какой-то причине окажется что проект плохой или тут все плохо вы увидите горизонтальную линию как у пациента в больнице который умер то есть никого нет цена будет стоять она будет то есть никого тут вот объемы будут не 94 тысячи сегодня ноль будет будет ноль на моих обзорах мы часто видели такое я когда делаю каждый день домашку скажем так в оффлайне и делюсь с коллегами и тоже потом я такие монеты вижу и пропускаю поэтому для того чтобы не встревать вот во всякий мусор который присутствует на биржах обязательно смотрите на объемы на цену и кстати тоже очень желательно смотреть чтобы эта же монета была и на других биржах чтобы это не было уникальная монета этой бирже почему диверсификация и вы можете вывести предположим биржа возьмет там я не знаю завтра сообщит о своем закрытии ну вдруг не дай бог да кому-нибудь и вы возьмете успеть и вывести вашу монетку на другую биржу там и продадите но если вы будете торговать какую-то уникальную монету которая есть только здесь то вы с ней и останетесь превратитесь из трейдера или майнеров пассивного инвестора если вы хотите это ваш выбор но если хотят зарабатывать деньги то нужно делать немножко по-другому поэтому делаем маленький итог этой темы первое мы выбрали биржу по определенным критериям завели денежку попробовали купить продать может быть перевели на другую биржу попробовали принять все нормально может быть с группа поддержки этой бирже пообщались то есть насколько неадекватные насколько хороших английский или там русский язык или тот язык на котором вы общаетесь с ними если они как бы идут на контакт хорошо плюсик поставили посмотрели интересную монету попробовали завести попробовали эту монету купить продать посмотрели по какой цене вам продают как срабатывает ваша ордера может быть вы хотели купить вот по какой-нибудь цене там сколько там 400 47 а вам продали там по доллару целом все понятно как в анекдоте вычеркиваю значит нам такая биржа не нужна или это монета плохая ошибочная то есть проверяете на себе ордера обязательно монету посмотрели попробовали как это все работает хорошо не хорошо только после этого вы переходите к самому важному а именно третьему пункту третий пункт это в моей скажем так беседе как вывести заработанное с крипто бирже потому что то что мы сейчас вот здесь вот она зарабатываем скажем так где-нибудь в в личном кабинете у нас будут там сто тысяч миллионов денег это все останутся цифрки которые администраторы этой бирже могут и легко и просто вам нарисовать это все не имеет смысла пока вы деньги не забрали значит как вы как выводить деньги с биржи самый важный вопрос как же в реальный мир это вывести существует несколько способов способ самый простой самый ненадежный и самый быстрый и самый рисковый это воспользоваться мнением все в до гуру блогеров которые в интернете делают скажем так продажные обзоры на какие-то обменники которые просто получают комиссию с этих обменников и вам их рекомендуют говорят что вот здесь хорошо вот там классненько вот тут а лучше если вы перейти по моей реферальной ссылке скажут они то вы еще и заработать и 5 копеек на этом деле существуют эти темы и я вам не буду их рекомендовать даже называть не буду но вы знаете их прекрасно там в названиях есть слово ченч как бы обмен и так далее значит но я такими способами не пользуюсь я пользуюсь более проверенными а именно существует возможность конечно последнее время она появилась выводить деньги именно фиатные так называемые в реальный мир с сайта самой биржи для этого вам нужно пройти верификацию что конечно в принципе минус некоторый потому что вам придется пройти скажем так где она анонимизацию то есть вы себя покажете практически им скажите что вот я такой то такое то вот мои паспортные данные я живу там то и там то вот и тогда вы сможете вам тогда не подключат эту возможность это присутствует у бинанса например хобби битрикс то есть многие биржи сейчас это делают то есть если мы откроем сейчас он перейдем что так вот по простому по быстрому буквально на сайт этой бирже сейчас вот так вот я сделаю в это видите прям буквально на их баннере вверху то есть это можно так сказать более менее надежный способ на той бирже которая еще ни разу не обманула никого ну по крайней мере я не слышал таких отзывов о том чтобы бинанс кого-то обманул как забавно огромные объемы на бинансе торгуется и как-то она совсем не на 1 а вот она всего лишь на двадцать первом месте ну да конечно значит вот сейчас откроется откроется мы перейдем на сайт этой бирже и вы здесь увидите эту возможность у них в принципе это существует ну многие там какие-то акции у них происходят и маржинальная торговля и так далее все у них тут есть много всего то есть вы буквально здесь можете выбрав соответствующий сервис вот на кредит на дебетную карточку заказать даже не час это разрабатывает то есть в принципе выбор в соответствующий пункт в меню он должен купить можно крипту и так далее вывести то есть биржа вам выведет без всяких там обменников каких-нибудь это раз но минус этого метода в том что вам нужно пройти верификацию тем самым показать себя показать свой банк фактически куда вы это будете выводить второе вариант есть тоже сервис который я проверяю и скажем так вывести из него мне получилось такой в зеленых тонах он скажем так сайт у него находится и в названии его слово кэш присутствует то есть там а бвгд кэш вот то есть вот так вот я не буду вам его называть чтобы не сочли за рекламу на него крипта с биржи выходит нормально внутри можно совершить обмены на подключенную например карточку вот в украине например вывести и приходит в национальной валюте денежка минут за десять тоже неплохо только вы в этом случае теряете комиссию ну порядка трех процентов вы потеряете потому что вы все хотят погреть руки скажем так за ваш счет вот и еще вариант существует я тоже пользуюсь и довольно таки успешно там даже торговать можно это банк в принципе coins банк хороший шотландский банк он и торговать вам позволяет ну по внутреннему не очень удобному курсу но вы можете туда выводить крипту и и там потом по на подключенную свою карточку тоже выводить денежку в реальный мир то есть вариантов на самом деле не так и много и хороших вариантов вообще буквально 3 то есть полная верификация на бирже либо это бинанс либо это там хуоби либо это битрикс и на подключенную карточку выводить либо это например зеленый сервис который не до конца мне проверен он там со словом кэш я еще и вот до конца проверяю когда буду сто процентов в нем уверен вам скажу на обзорах или через банк раньше был отличные сервисы и payments но не так давно у них от феврале начались определенные претензии к ним у регулятора британского и это в принципе хорошо они заранее предупредили и сказали что есть проблемы мы сейчас приостанавливаем работу и когда нас проверят мы вам сообщим в этом плане все четко вот и здесь риски минимальные то есть в тех сервисах что я назвал риски понятны прогнозируем и потому что воспользоваться выводом крипты через какой-то левый сайт который вчера был создан на коленках можно только не факт что вы деньги получите поэтому написав в гугле где-нибудь в интернете словосочетание вывод крипты дешево или вывод крипты быстро вы можете попасть на мошенников которые вашу крипту с удовольствием примут но вам ее с таким же удовольствием и не отдадут поэтому будьте в этом плане очень внимательны и лучше всего смотрите иногда хотя бы мои обзоры что на криптокартеле происходит там я рассказываю какие сервисы сейчас я проверяю что интересное происходит это кстати завтра не завтра в пятницу будет у нас если не ошибаюсь сотый эфир сотый прямой эфир где мы покупаем и продаем эти валюты с 2017 года и я там это все и тестирую прямо при вас поэтому оперативная информация скажем так смотрите там вот но это если вы хотите сохранить свои деньги вот и это что хотелось сказать про вывод денег в реальный мир ну и теперь наверно тоже хороший вопрос про секреты долголетия скажем так на криптовалютном рынке ну секрет на самом деле очень прост и очень сложен это нужно ежедневно тренироваться как невозможно добиться успеха в спорте например невозможно стать олимпийским чемпионом с одной попытки взяв там не знаю пробежав 100 метровку за пять секунд или там прыгнуть шестом выше чем свое время прыгал сергей бубка или там не знаю выйти на ринг и побить всех кого не смог майк тайсон свое время одолеть ежедневная тренировка я в криптовалютном скажем так рынке с 2017 года как трейдер и до сих пор не слил ни один депозит не потерял каких-то таких денег о которых я бы мог сожалеть убытки конечно были но они с лихвой окупаются прибылью почему я делаю домашнюю работу я отбираю монетки я ставлю стопы нужно делать домашнюю работу изо дня в день суббота воскресенье новый год ну новый год можно отдохнуть немножечко там 2 3 числа уже например торговать кстати про новый год интересная ситуация получилась но на акциях я помню шаркил под новый год поставил отложенный ордер на одной бумаги я ее показывал комнатную и у меня 2 января сработало и продалась она с 11 95 вот недавно по 4 28 вышел три месяца подождал и новый год хорошо провел и денег нормально заработал но это лирическое вступление про новый год и про акции криптовалюта же работают постоянно и в новый год и скажем так и в китайские в обычный новый год но вы сможете удержаться только если будете планомерно делать домашнюю работу и знаете как говорил брус лим в свое время вот я не боюсь противника который знает 10 тысяч приемов я боюсь того кто знает кто повторяет один прием 10 тысяч раз поэтому если вы из раза в раз будете делать домашнюю работу отбирать монеты по определенным критериям ставить стопы и тейки как я например это делаю на обзорах и вот у меня там и уровни определенные прочерчены и за разными монетами я смотрю я знаю где у меня будет вход где у меня будет выход если мне монета интересно я за ней слежу если она какая-нибудь там неинтересная я ее возьму легко и просто вычеркну как вот например на битриксе огромное количество монет но если она мне по какой-то причине неинтересно я не буду в нее лезть то есть конечно кто-нибудь может быть зарабатывал на это но может все легко и просто провалиться нет точки входа я не войду только по системе только постоянно это как знаете вы должны если вы хотите в трейдинге задержаться подольше начните с простого соблюдайте правила дорожного движения не ходите на красный свет самое простое даже если нет машин сергей мы мы по времени должен перевести сейчас на рубрику вопрос-ответ а потому что мы должны успеть поотвечать очень хочется чтобы люди получили от вас обратную связь и это очень да спасибо за конкретику спасибо за инструменты спасибо за то что вы делились всеми своими данными наработками еще раз подчеркиваю что это всего лишь фрагмент знания такая короткая тизер я назову это так и все бы всю эту информацию вы сможете найти на программах обучения картель маркет сейчас мы готовы собственно говоря запускать первые вопросы и будем ждать ответы анонсируя то что у нас через 10 минут планируется 10-15 минут планируется собственно говоря панельная дискуссия где уже встретиться евгений ватулин григорий полежаев и сергей заботкин все вместе а пока первый вопрос как карантинные меры влияют на криптовалюту повлияют ну они влияют скажем так очень хорошо в плане того что люди начинают сидеть дома появляются активные участники рынка то есть монета которые раньше стояли начинают шевелиться и это даст объема это то что про что я говорил это даст нам объем в некоторых монетах которых было все мертво появляются вот такие вот всплески то есть появляются больше точек входа другими словами возможности появляются возможности заработка и это очень хорошо надо этим успеть воспользоваться евгений ватулин как раз говорил об этом о том что сейчас американцам выделили деньги на время коронавируса и люди начали вкладывать их биткоины и в другую валюту так хорошо идем дальше следующий вопрос какими монетами вы торгуете у меня нет конкретных любимых монет таких чтобы я вот их всегда торговал и говорил что в любое время года и погоду я буду это делать я монеты в основном конечно смотрю крупный то есть биткоин лайткоин рипл эфир это основные направляющие и 90 процентов монет движутся за ними но делая домашку я вот скажем так отжимают эту звездочку и просматриваю все которые мне например интересны могут быть вот все что например псевдо доллару связано то есть я выбираю каждую монету смотрю по отдельности если от вижу страшный спред как здесь ни в коем случае не торгуют иду дальше если будет хорошая точка входа где-нибудь ставлю звездочку записываю на листик и буду смотреть про нее внимательно то есть монеты каждый день меняются сегодня эта точка входа по какой-нибудь по биткоину завтра это может быть трипл а послезавтра монета бвгд если там есть хорошая точка вот смотрите как это я говорил монета банка а я сразу уточню это вот так выглядит ваша домашка да правильно понимаю это выглядит ее работа по ее созданию это просмотр вот всех вот этих бирж по определенным критериям это в сервис кое-ниги я его не рекламирую просто он удобен для подключения разных аккаунтов и когда я делаю например работу домашнюю я как раз просматриваю все что мне интересно вот у нас была монета банка давным-давно я вам сейчас я покажу сейчас она уже ничего не стоит но мы с коллегами вот здесь когда-то когда-то сделав домашнюю работу вот смотрите вот здесь она постояла постояла мы ее купили с маленьким коротеньким стопом и что она дальше потом делала смотрите 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 вот 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 куда если мы вот такой вот элемент маленький поставим который покажет нам посчитать позволит вот смотрите вот так вот тут у нас был стопик вот здесь вот сюда посмотрите сюда 23 к одному 23 к одному буквально за пару недель вот здесь вот это если делать домашнюю работу но если не делать и играть в танчики то это все пройдет мимо и сейчас это монета посмотрите где она вот там вот где-то вообще ту за дно поэтому кто делает домашнюю тот зарабатывает круто следующий вопрос друзья какой минимальный депозит нужен для торговли криптовалютой или американскими акциями минимальный депозит будет основан на ну для крипты это то что биржа может принять если вы посмотрите например вот эту монету банка сейчас как просто живой пример это ее цена в долларе то есть она сейчас стоит меньше фантика от конфеты формально говоря заведя один доллар вы можете стать супер инвестором купив ее тут миллион монет то есть минимум будет определяться минимума той бирже куда вы хотите завести а для акции ну комфортная работа в принципе от 1000 долларов может начинаться но в герчик энко есть и CFD на акции там депозит меньше есть вопрос как биткоин повлияет на халвинг знаете как он повлияет я вам скажу как угодно он повлияет и мне как трейдеру в этом плане эти новости будут не сильно важны и не сильно интересны так как я торгую график я не торгую и не вчитываясь например в проекты эфира рипла всего вот этого дела я смотрю на график и если я вижу точку входа например или выхода где-нибудь в районе десяти с половиной по биткоину или там вот пониже и так далее мне вот это будет интересно а фундаментальные новости для меня роли не играют принято что думаете о белорусских биржах currencycombell или iexchange ну можно сказать что идея создать криптовалютную биржу в республике Беларусь хорошая похожая идея и созданы были биржи в Украине тоже я на них не торговал и слышал только отзывы ну про украинские я слышал разные отзывы белорусские нет но скажем так вернемся к пункту первому проверьте возьмите 100 долларов заведите попробуйте открыть сделочку попробуйте оттуда денежку забрать если вам не нужно будет предоставить все справки за 20 лет для того чтобы вывести свои 100 долларов значит это имеет смысл и торговлю можно делать спасибо работает ли по вашему мнению отар на рынке криптовалют при формировании тэц профит работает но только смотря на тут все может измениться в любой момент если кто-нибудь выйдет и скажет что например покупаете не знаю там биткоин на всю котлету или трамп вдруг скажет что я буду там не знаю лучше всего торгуйте такую простую ситуацию риплом или еще как то среднее движение за прошлые дни резко изменится то есть тут очень часто происходят какие-то движения вне рынка то есть кто-то что-то сказал кто-то выпустил какие-нибудь асики которые начинают резко их майнить поэтому технический анализ он присутствует но движения могут быть внезапные поэтому зацикливаться на атеаре или на каких-нибудь скользящих средних только или вот на там каких-нибудь эллиотах на чем-нибудь таком это мало это недостаточно то есть это только часть вашей системы ее нужно создать систему проверить и использовать ну и только тогда вы будете зарабатывать в долгосроте спасибо да следующий вопрос какие стопы вы ставите на криптовалюте к чему привязываетесь ну стопы у меня как и в акциях в 99 процентов случаев это технический стоп то есть я ставлю стоп за какой-нибудь сильный уровень то есть как например вот здесь если бы биткоин подошел сюда и чего-нибудь здесь делал пробой я бы прятался за этот пробой то есть я не буду ставить стоп лосс куда-нибудь вот туда-сюда как-нибудь так то есть это должен быть хороший сильный уровень если же нету точки входа я вижу что уровень пробивался то я тут вообще не буду в сделку входить поэтому мои стопы технически скажем так четкие и понятные и я всегда торгую от стопа если стоп лосс непонятен или непрогнозируемый или у меня есть сомнения я в такую сделку не войду монет много возможностей тоже много круто спасибо и у нас последний вопрос работает ли теханализ на рынке криптовалют так как на фондовом рынке работает даже еще лучше он так как здесь по крайней мере на дневном графике торгуют в основном скажем так люди а роботы торгуют на мелких таймфреймах то только благодаря техническому анализу а именно даже тому анализу и теории которые я подчеркнул в свое время на семинарах я учился у Александра Михайловича Герчика и торгую по его методике и криптовалюту с 2017 года и акции с 2016 года как они фактически появились потом в Герчакинко то есть коротко сказав технический анализ да это работает и это единственное на что можно опираться и то что имеет под собой понятное обоснование без всякой мистики по крайней мере три года это у меня работает это приносит деньги мне и инвесторам не самым мелким и довольно таки известным людям поиск лице в г. лимон